На этом ступительные слова. Все. В серединке у нас будет перерыв на 5-10 минут. Ну все, Александр, я запускаю сейчас тоже микрофон и запись презентации. И давайте как сделаем. Сейчас, секунду, я еще включу. Я предлагаю сначала, как построить. Вначале я позадаю общие вопросы, чтобы у всех мои представления о путешествии Александра, о том, кто он такой, чем занимался, какие-то общие базовые вопросы. А потом передам слово вам и вы уже зададите то, что вас конкретно интересует, какие-то более специализированные узкие вопросы. Давайте сначала начнем. Я начну, ладно? Да. А вы потом ваши вопросы задали. Давайте поприветствуем сначала и Александр. Всем добрый вечер. Я думаю, все сюда пришли и знают, для чего вы сюда пришли. Я вот когда сюда зашел, я здесь на родине, да, я родился в Омске, я из Омска. В других городах я обычно так вот как двигаюсь там с рюкзачком, в футболочке там, в маечке, так и прихожу на встречу. А в Омске, я вот сейчас зашел, а мне говорят, о, ты не похож на бутешественника, ты похож на депутата. Я говорю, ну я в Омске могу себе позволить, открыть свой шкаф, дождать костюмчик, одеть и прийти прилично хоть на одну встречу. Поэтому вы не обращайте внимания, что я тут, может быть, правда, как депутат сегодня. Ну, захотелось вот как-то вот все-таки хоть дома побыть так вот, представить себя таким вот важным, живущим в социуме, а не бегущим где-то там, таким простым, незаметным человеком с рюкзаком через города, страны, моря, океаны там. Вот, поэтому прошу принять меня сюда таким, какой я и есть. Ну что, Стас хочет вопросы очень задавать. Ну, я вот еще, можно, да, поговорю немножко. Я могу долго рассказывать, представляете, вот если я где-то около года двигался вокруг земли, я встречал множество людей, прошел много городов, поселков, было много очень удивительных ситуаций, поэтому я сразу Стасу предложил, исходя из опыта прошлых встреч, что лучше все-таки общаться, вот вопрос-ответ. Потому что, если я сейчас включу говорилку, я могу говорить там до утра, могу день, два, три говорить, и мы будем сидеть долго-долго, и будем так перерывы делать, и опять продолжать говорить. Потому что, если я буду говорить, мы с вами за час, но если пройдем там 20 километров пути, то это хорошо. А у нас их более 80 тысяч вокруг земли, если мы берем отваты. Поэтому, а вы пока, Стас тут взял на себя инициативу, он позадает вопросы, вы думаете, какие вы вопросы зададите, потому что чаще всего встреча выстраивается именно под вас, потому что у каждого из вас все равно есть свои вопросы, свое видение, путешествия, жизни, пути. И поэтому, вот вы задаете вопрос, и пространство под вас будет выстраиваться. Но если вас устраивают вопросы других, ну тогда принимайте пространство таким, какое оно есть. Начинай. Я бы, ну, все, наверное, здесь присутствующие прочитали, да, что Александр совершил кругосветное путешествие, отправившись из Омска без денег. Сейчас мы подробнее узнаем, что это, ну, как это вообще так получилось. Я бы сначала хотел, чтобы ты рассказал, чем ты занимался в ДОТО, как отправился в это путешествие, профессии, там, деятельность твоя, какая была. Да, расскажи об этом. Да, вы и Бог поднимать внимание. Да. Ну, знаете, я сразу вам скажу, что это не важно. Я могу сказать, там, мое имя Александр, моя фамилия Удалок, моя профессия психолог, там, я люблю очень исследования, я люблю путешествовать. Но все это будет не о том, о чем вообще надо говорить, потому что у нас куча ролей и статусов, которые мы играем, и мы в каждую минуту можем их менять. Поэтому, ну, вот, если только для проформы, ну, хорошо, я был до путешествия психологом, а потом в путешествии я был путешественником. Когда я встречался с людьми, я был, там, не знаю, как это сказать, коммуникатором, да, я выстраивал взаимоотношения с людьми. Когда, ну, в общем, множество-множество ролей, мне кажется, вот это не очень важно. Я лучше вам расскажу, как из профессии получилась идея того, что возникла кругосветка. То есть, я не совсем путешественник, да, если вы, вот, вы думаете, вот, чисто путешествие, и вот, свето классно, нифига, я не люблю просто так путешествовать. Я люблю экстрим, и люблю какую-то идею всегда под путешествие. Вот под это путешествие кругосветное была такая идея. Исходя из своего профессионального опыта психолога, да, я пришел к выводу, исследуя различные ситуации, я проводил тренинги и проводил консультации. И в ходе своей деятельности я обнаружил, что мои усилия, которые я прикладываю для того, чтобы помочь людям, консультируя их и проводя с ними тренинги, тренинги, они не всегда увенчиваются успехом. Почему? Потому что, вот, кажется, раз, эмоциональный такой запал у человека возник, и он побежал вперед, а потом раз, и он почему-то откатывается назад. Причина оказалась простая, с моей точки зрения. Не претендую на то, что мое решение правильно, а остальные все неправильно. Но из моего опыта последовало то, что все мы с вами обладаем страхами. У всех они имеют свой набор определенный, но они у нас у всех есть. И именно страхи нам чаще всего не дают двигаться по жизни, не дают реализовываться, не дают нам что-то делать. Да, даже элементарно. Хочу отправиться в путешествие. И у нас тут, ой, денег нет. Да, по сути, дело своего, своего страха. Страх того, что нужна какая-то защищенная. Так вот, я определил для себя, что мне может дать возможность по максимуму вот в себе поднять все эти страхи. Знаете, сидеть и ждать, когда подойдет ситуация в жизни, и будет какой-то случиться с вами, страх поднимется. Ну, это мы так делаем по жизни. Мы идем по жизни и ждем, когда у нас появляется ситуация страха. А мне нужно было по максимуму это активизировать. Как это сделать по максимуму активизировать? Надо убрать вообще все гарантии, которые только есть. Убрать все костыли, которые только могут быть. Итак, главная гарантия у нас в жизни. Можете соглашаться, можете не соглашаться. Это деньги. Деньги дают возможность, кажется, нам в голове, решить вообще все, все ситуации в жизни решить. Значит, надо убрать деньги. Второе. Если у меня нет денег, у меня есть язык, я всегда могу договориться. Надо убрать язык. Дальше. У меня есть куча вещей, которые дают мне гарантию, гарантированность какую-то в жизни. Дочек пошел, зонтик. Темно стало, фонарик. Ну и куча-куча каких-то вот еще таких вещей. Подожди. Люди это коммуникация как раз, когда мы общаемся. Надо убрать, значит, вещи. Что еще у нас классная очень гарантия является? Это наша плановость. Мы режимность такая. Мы знаем, там, в 6 подъем, зарядка, душ, там, не знаю, работа или там еще какие-то, ну, там, куда-нибудь. Мы идем, встречаемся. Ну, в общем, что-то, что-то, что-то. И мы знаем, где мы будем, через сколько часов, что мы будем делать, с кем мы встретимся, где мы будем есть, где мы будем пить, где мы будем спать. Все, в общем, так здорово и замечательно. Так, это значит, тоже нужно убрать. Итак, я для того, чтобы поднять все свои страхи, убрал деньги. Коммуникацию я убрал каким образом? Вот я отправился просто по всем странам подряд в путешествие при условии того, что кроме русского языка я никакого языка не знал, не знаю. Я вот сейчас даже не знаю, как говорить, не знал, или так и продолжаю не знать. Не выучил я английский язык. Ну, вот, ну, не знаю, не дается. Не выучил я английский язык. Во времена учебы я учил немецкий, но как-то я его так благополучно уже, наверное, подзабыл, поэтому немецкий тоже не использовал во время бытия. Но английский вообще, получается, не знал. Так, второе, значит, из вещей был маленький рюкзак, 11 килограмм, в котором был спальник и комплект сменного белья, плюс там какие-то мыльные принадлежности и фотокамеры. Полотенец. И, значит, а, и маршрут. По маршруту было только одно направление. Я вышел из Омска, должен был вернуться в Омск, когда не важно, каким путем не важно, и как я буду идти было тоже не важно. То есть маршрута как такового, что я иду из пункта А в пункт Б, из БФЦ, не было. Вот я иду с востока на запад, и вот должен прийти в Омск. Я, мне было без разницы, вот так я пойду, или я буду ходить вот так, или я вернусь, потом опять вперед пойду. В общем, или там спиралью, или по диагонали, все было не важно. Передвигался я на автостопом, морестопом, пару раз там на частных самолетах летал, ел то, что давали. Давали всегда. Отпереждаю вашу вопрос наберет. Что еще? Значит, так, где спал? Спал в лесу, в поле, на лавочке, в сквере, в парке, в машинах, в которых меня подвозили, у людей, которые меня к себе приглашали переночевать. Как ел, спал, как передвигался. Ну, в общем, и почему пошел, тоже сказал. Что, по-моему, ответил. Есть уже у кого-то вопрос? Пока Стас не достал свой справочек. А у вас нет картинки с маршрутом вашим? Или примерную географию вашим? Я буду передать, не кидайте. Есть у тебя картинки, да? Да, на следующем мою позву по поводу по маршруту пробежаться. Я по ходу движения делал небольшие карты. Например, прошел по Европе, сделал карту, по Америке прошел, сделал. Но где-то благополучно. Если я неправильно составил, то ты меня корректируешь. Ну да, примерно, да. То есть ты выехал, ну, может, сам озвучить, да? Я вышел из Омска и дальше я, ну, до Москвы возьмем отрезок. Да, покажи Москву. Вот этот отрезок между Омском и Москвой составляет 2800 километров. Я его прошел за... Ну, проехал, прошел за три дня. При условии того, что две ночи я не двигался. Я двигался только днем. То есть я вышел в 10 утра из Омска и в 9 вечера третьего дня я был в Москве. Первое, самое было сложное, это когда вот сразу, да, только выйти. Ну, и вот эту историю я постоянно рассказываю. Но самое смешное, что я недавно встретился со своим другом, который в Омске живет. Я про него эту историю рассказываю постоянно. Сейчас я вам расскажу. И тут я его встречаю, вот буквально неделю назад, когда приехал в Омск, и говорю, Слав, ну, ты слышал, я же вам про тебя везде рассказываю. Он такой смотрит на меня, да? Я говорю, нет. То есть человек много раз смотрел видео, и он как-то мимо пропускал всегда за свою заслугу. Но я говорю, ну, вот видишь, как поступают настоящие друзья? Настоящие друзья поступают следующим образом. Он мне звонит вечером и говорит, ну что, ты завтра выдвигаешься? А вот тут у меня начало подниматься страх. Я думаю, ну ладно, что завтра будет, послезавтра. Вообще я же никуда не спешу, у меня плана же нет. Может, послезавтра. Может, еще какие-нибудь дела придумать. Я говорю, Слав, ну вот так и так. Он говорит, так, я понял. Значит, завтра в 9 ты стоишь на остановке у своего там дома. Я подъезжаю, и все будет хорошо. Я говорю, ну ладно, хорошо. Я выхожу в 9 часов, значит, он подъезжает, я сажусь в машину, он меня увозит за пост ГАИ, выкидывает там, делает первую фотографию, делает первое видео. Ну говори первую речь. Я говорю, первую речь. Он разворачивается и езжает. Мне разницы уже нет, что 105 назад ехать, что 105 дальше ехать. Наверное, дальше интереснее. Все, отговорка закончилась. Дальше поднимается следующий страх. Следующий страх – это надо поднять руку. Машины едут. Так, эта машина мне не нравится, я еще подстаю. Так, это какая-то большая, это грязная, это чистая, это сильно крутая, это еще какая-то. Так, а где же моя рука? Ой, надо же руку поднимать. Ну, ладно. И только я начинаю поднимать руку, в это время кто-то сигналит вот со стороны обочины, и там стоит дальше, как в «Матрице», кто фильм «Матрица» увидел, помните, там была пилюля зеленая и красная. И вот тут начинается тоже такая матрица. Стоит, значит, белая шестерка, в ней сидит цыган и говорит, «Ты чего стоишь?» Я говорю, «Да вот еду». Он говорит, «А что едешь? Вон самолеты летают». Я говорю, «Так я без денег». Он такой говорит, «Ну, поехали! Я тебе работу дам, поработаешь у меня месяц, потом купишь билет и полетишь, куда тебе надо». Я думаю, классно. Такая сразу проверочка. Белая шестерка, белая пилюля такая. Я говорю, «Да не, я, наверное, не поеду». Ладно. Ну что, делать нечего? Он смотрит. Я думаю, «Ну все, надо смело поднимать руку». Я поднимаю руку. Фу, ну вот, уже руку поднял, уже радостнее. Стою с этой поднятой рукой, а он постоял, видит, ну, вроде, правда, человек серьезно так настроен. Он там отвернулся, стал делать какие-то свои дела. Я раз, руководил, пока он не видит. Ладно, это тоже опять не та, не та, не та машина. В общем, потом в какой-то момент я опять там поднял руку. И, в общем, вот эта вот борьба с этим, вот, страшно-не страшно, продолжалась там какое-то время, ну, может, минут там 10. Потом этот цыган опять такой подходит ко мне и говорит, «Я уезжаю, решаясь, у тебя последний шанс. Сейчас ты поедешь, ты будешь сытый, накормленный, у тебя будет работа, у тебя будет где жить, спать, и все будет классно. А так ты стоишь здесь и неизвестно, что с тобой будет». Я такой, обливаясь потом, говорю, «Мой нет, уходи, не искушай». И только он уезжает, я поднимаю руку и останавливается, ну, такая она красная, ну, я называю ее красная, красная шестерка, но она такая больше, малиновая что ли такая вот. И тут же останавливается красная шестерка. Я подхожу, говорю, «Куда едем?» Он такой, говорит, там, «До Тюкалинске, что ли, он куда доехал туда? Или до Крутинки?» Я такой, «Возьмите?» Он говорит, «Да, садись». Я такой, «О, взяли!» Все, ну и дальше, дальше уже весело там пошло. Он меня только высадил на обочине, я тут же выхожу, руку поднимаю, и я стал вот отлавливать этот механизм поднимать действия страха во мне, да? Если я выхожу сразу, и сразу, да, я вот в движении, я в потоке, и раз, и сразу машина становится. Стоит мне постоять, подождать, попрятать там руку, подумать, что не те машины, я опять выпадаю вот из этого некого потока, и у меня опять вот этот вот страх начинал подниматься. Ну, вот здесь пошло уже как-то весело. Второй меня там, там, на легковой, это уже остановилось, еще подвезли, потом была еще одна легковая, потом был грузовой, это все в первый день. И в итоге потом, значит, я оказываюсь в каком-то городе, не помню название, честно говоря, и уже темнеет, я думаю, надо выбраться за город и там где-нибудь переночевать. И останавливается машина, вот въезд в город, ну, город уже начинается, останавливается машина, там молодой парень какой-то, он такой говорит, что ты куда, я говорю, да, и где туда, куда-нибудь в сторону Москвы. Он такой говорит, не, ну, я туда не довезу. А ты где будешь ночевать? Я говорю, так где-нибудь здесь. Что, у вас такой бандитский город, тут нельзя оставаться? Я говорю, да у меня все равно ничего нету, все равно нельзя. Ну, он меня вывез на окраину города, то есть, меня через весь город провез и вывез на окраину города. И там я уже просто шел по обочине, начинал дождь собираться, я думаю, как же у леса-то я буду ночевать. Темно, иду, машины проезжать, я боюсь, вот в следующий страх, я иду, боюсь, дождь, машина распрощает, главное, не остановилась, ой, кто там в этой машине едет, я не знаю. Потом, значит, раз машина проезжает, устанавливает, по тормозам и сдает назад. Мне так внутри все. Дверь открывается, сидит дядька такой, колоритный, ну, видимо, какой-то местный, там в таких, то ли в шортах, то ли в трусах, коленке выше руля, музыка орет на все, и он мне говорит, ты что ходишь местных, пугаешь? Я думаю, странно, я думал, я пугаю, все, он меня довез там, до места, где можно было переночевать, вот это была первая ночевка, я там переночевал. А что это было там местный? Это был красный уголок местный. Да, мы видим, я вот понимаю, что я начинаю в детали, в детали, в детали уходить, видите, мы еще до Москвы не доехали. Мы пробежимся по пунктам, а потом, на самом деле, в России, вот в целом, скажу, в России классный автостоп, меня подвозили на легковых, на грузовых, мне помогали милиция наша доблестная, останавливать, мне там автобус остановили, в общем, там, не доезжает, там, 500 километров до Москвы, мне автобус останавливал. Вот, дальше, после Москвы, значит, была Белоруссия, после Белоруссии, я перешел в границу, ты уже в России кому-то говорил, что ты никуда ехал, я ты называл, я до Москвы, звучало кому-то, я вот никуда, из Омска и Омска спиной, я в него вернусь сюда. Кто-то это слышал? Да, да, уже слышали, и они мне говорят, ты сумасшедший, или нет? Нет, нет, не имеется в виду, вот уже принял решение, я тебя веду, и ты ему рассказываешь, а ты просишь подвезти, но уже говоришь, мне вообще-то туда, но вези меня туда. Нет, вот здесь было все, в общем, относительно по прямой до Москвы. То есть ты всегда стоял какой-нибудь пол впереди себя? Нет, 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 я останавливал машину, машина останавливалась, я спрашивал, куда едете? Он говорил, куда-то, но я примерно представлял, где это на карте, я говорил, возьмите с собой, а он меня уже спрашивал, куда еду, ну куда-нибудь в сторону Москвы. Представьте, карта была? Карта у меня была, такая вот обычная, карта мелкая очень, там, страны мира что ли, какая-то вот такая, но я ее практически два раза доставал, до времени всего пути, в общем, она пропутешествовала. Беларусь, Польша. Значит, в Беларуси я границу перешел в Европу в районе Бреста, дальше была Польша, дальше была вниз по Шнептехии, Словакии. То есть паспорт все-таки был, да? Нет, паспорт был, это была единственная ценность, да. Паспорт был, и было 4 визы в паспорте. Одну визу я сделал в Омске еще, это была Шенгенская. То есть вот я перешел границу с Польшей, и все, да, остальные границы там уже, они очень номинальные, границ как таковых нет. А Шенгенскую визу я сделал через Испанскую, Испанию, да? Я хотела давно пройти, ну, недавно, года два назад у меня возникла идея пройти путь Сантьяго. И вот в ходе кругосветки я прошел еще путь Сантьяго. Ну, это вот отдельная история, я думаю, все равно, где-то плюс-минус, знаете, что такое Пуцантьяго, это паломнический такой путь. Вот. И испанцы хорошо дают на это визу, я написал письмо, что прошу посодействовать мне, что я вот давно хотел совершить паломнический путь, и, собственно говоря, мне дали на полгода, на 90 дней. Поэтому. Итак, дальше, значит, поехали. Дальше была Австрия, Германия, потом Швейцария, потом я уехал вот здесь вот вниз в Италию, потом из Италии я по низу Франции проехал, вот там, да, по побережью. Потом, да, потом я вниз немножко уехал в Барселоне, потом вверх вернулся, опять во Францию, и вот там на спике как раз вот у тебя там правильно, отлично, нет, то побережье. Да, вот здесь, там есть на границе Франции и Испании, но на французской стороне, есть такой городок Сен-Жан-Пьер-де-Порт, оттуда начинается вот этот путь Сальдяне. И оттуда по побережью, по, вот здесь, не вниз стоишь, дорога, а вот так по побережью, да, да, вот туда. Там 800 километров, да, я прошел пешком, вот я шел 30 дней. Никаких автостопов там, ничего там, вот надо, задача этого пути пройти пешком, желательно одному и по минимуму общению. Дальше я спустился оттуда, зашел до городка Сантьягорика-Постелы, и до городка Сантьягорика-Постелы я спустился вниз за порта в Португалию, потом в Лиссабон, там где порта есть, потом ниже, ну он чуть выше, да, он по центру там, а вот где Португалия, но здесь, пониже Португалии, там Лиссабон. Вот, из Лиссабона, а у тебя отдельный карта, там, да? на Лиссабон. А, да, из Лиссабона я, там у меня получился перелет, ну на то еще карта, перелет там получился в Мадрид, из Мадрида я улетел в Лондон, а из Лондона уже тут выехал. Каким образом перелет? Перелет в Европе сначала языка никакого не знаю, разучил, куда вы едете хотя бы на каких-то языках? Сначала, сло, машина, английский, немецкий, немецкий. Сначала, не, сначала я просто тормозить начал, да, вот, но там оказывается этого нельзя было делать, и первый раз я стоял просто тупо там на дороге, когда, а мне остановился там один парень, он меня взял и говорит, нельзя, ну, он мне говорит, нельзя, типа, ну, он говорит, по-английски, я ему говорю, я не понимаю по-английски, он мне такой говорит, ну, там попытался объяснить, и я, ну, я как понял, что нельзя стоять, я сейчас тебе покажу, место, где стоять, он меня привез, пока, мы рисовали, вот, ручкой там, вот там, ты здесь, вот это там, это там, привез меня просто на заправочную, стояночную, где люди отдыхают, и там я уже увидел первых стопщиков местных, я начал просто ходить за ними и слушать, что они говорят, вот, потом я вас слышал, они спрашивают, where are you going, они спрашивают, куда вы едете, но я сначала не мог понять, что они говорят, я послушаю, потом пойду, спрошу кого-нибудь местного, ну, там, что, что я говорил, я уже не помню, ну, что-то, where are you going, они на меня смотрят, ничего не понимают, я думаю, хорошо, пойду опять послушаю, потом я просто подошел к одному парню, он там французов сказал, типа, я из Франции, вот это я точно понял, что он из Франции, но я ему говорю, я ему показываю, типа, я не знаю языка там, ну, и он мне, значит, написал, но там английский же, его же надо как-то читать по-английски, а не по-немецки, как я знаю, какие буквы вижу, тебе и читать, но, в общем, я потом начал вот это читать, вот. А в Лиссабоне, что получилось с проездом, в Лиссабоне я пошел в порт, ну, это как бы, я изначально думал, ну, куда мне нужно добраться, мне нужно добраться в любой порт, где есть порт, пойти там, капитаном, и попроситься на корабль. Пришел, и методом долгих вот этих тыков, опять там, объяснений, кстати, в Европе выручали моменты, что там некоторые иностранцы, уже достаточно большое, мне показалось количество, начинают учить русский, по-русски они немного говорят, ну, хотя бы тыкмык, какие-то вот такие вещи. В итоге, в ходе долгих вот этих вот переходов, там, разговоров, вот на таком языке, мне объяснили, что капитаны не решают вопрос, брать на корабле, нет, нужно там несколько согласий, нескольких человек, кроме капитана, нужно найти еще владельца судна, там нужно пойти к начальнику этого порта, и еще там что-то, и в общем, что-то такое непонятное. Тогда я начал спрашивать, где тут главный босс? Я говорю, босс, большой босс мне нужен, вот, но меня отправили, значит, куда-то там, я прихожу. Сидит ли у мужчин, такой, мексиканская наружность, такой, нарко, нарко, ну, у меня такая ассоциация была, какой-то наркоторгует, я ему начинаю объяснять, что вот я сейчас здесь, Лиссабон, Лиссабон, а там же как-то Лиссабон по-английски по-другому, там, мусор, или что-то, ну, в общем, как-то он по-другому, он на меня смотрит, ничего не понимает, с городами, кстати, часто вот такая была вещь, я им говорю название города, они меня не понимают, они мне говорят название города, я их не понимаю, о чем они говорят? А, значит, я ему показываю, ладно, вот Лиссабон, вот там Америка, он такой, вот, в общем, мы долго рисовались, потом он там зашел, там, через транслейт, что-то там перевел, в итоге он мне говорит, типа, тебе куда надо, я говорю, ну, в Америке, куда? я думаю, откуда я знаю, где порт, какой есть, наверное, Нью-Йорк, он же на портовый город, наверное, Нью-Йорк, Нью-Йорк, окей, паспорт, покажи, я им даю паспорт, он там, значит, берет, смотрит, а у меня были ситуации в ходе, особенно, когда подвозили эти большегрузы, они всегда просили паспорт, потому что они боялись, что если их остановить полиция, нужно, чтобы была виза в паспорте, и они у меня проверяли визу, они смотрели, есть визы, тогда, посадись поедем, вот, ну, я думаю, ну, наверное, он хочет проверить у меня визу, я ему даю, открываю, страники, вот, смотри, там, у меня виза, все нормально, он взял там, что-то там в компьютере полазил, кто нам дает мне паспорт, и говорит, все, иди, ну, ладно, я начинаю идти к выходу, он мне показывает, на стороне перед до выхода стоит столик, и принтерам не показывает, по возьмите, я беру этот листок, там билет, за нее, ну, кто-то он с переставками, с перелетом, я такой довольный, и поворачившись к нему, сейчас я напишу его фамилия, имя, отчество, там, потом благодарность, где-нибудь про него расскажу, он мне такой, типа, давай, ну, он сказал, как бы, фразу, я потом уже переверну, сказал, Гоевый, давай, не повалимся, ты про транслитор, когда говоришь, они тебе, ну, имеется в виду голосовое распознавание, они, не, не, писали, они искали, там, не было же клавиатуры, нужно было искать, в общем, там, головняк был полный, потому что там искали эту, виртуальную клавиатуру, и вот это вот тыканье было, а еще если вот такой вот этот он маленький, вот сидишь там этим пальчиком, а если в машине едешь, там вот так вот прыг, попадешь, не попадешь, он потом переводит на английский, там, он написал слово по-русски, он по-русски, типа, это английское слово, и кирилл. А визу в США тоже сделали заранее, да? Визу в США я делал, когда в Москве. Четыре визы, это Шенген и Америка. Америка, Австралия, Новозеландия. Причем, ни в Австралии, ни в Новозеландии не собирался, так вообще, походу, как и сделал. В Америку, смотрите, визу, на самом деле, кажется, все думают, что вот это четыре визы, которые самые сложные. Ну, может быть, Шенген сложная виза, но вот я говорю, за счет того, остальных три визы, они какие-то вообще для меня показались наипростейшие. Значит, с Австралии я просто собрал документы все, какие у меня были. В Америке это дело? Нет, я отправил просто по почте в посольство Австралии и Москву. Все, да. И потом я никуда не ходил, ни с кем не общался, мне просто на почту пришло на e-mail. Австралийскую визу не надо вклеивать, паспорт, паспорт не надо никуда посылать. Вот отправил, что-то собрал документы, вот, ну и вот отправил. Потом на e-mail мне пришла виза. Там через сколько? Через месяц, через три недели. Американская виза, я зашел, американская виза тоже чудесная виза. И не как эти европейцы, вечно им надо там какие-то брони, там, билетов, там еще чего-то, куча всего. Американцам заполнил, зашел на сайт, заполнил анкету, все, записался на собеседование. Добрался до Москвы, когда, пошел в посольство на собеседование, на собеседование, там три вопроса задали, скажут, что ваша виза удобна. Ничего не просили, никакую страховку, никакие там доказательства, чего-то. Все, да, вот. Скажите, паспорт есть? Есть, на. Посмотрели? Все, давай. Паспорт у меня, кстати, был без всяких штемпелей, потому что австралий, потому что австралийскую не ставят, ну да, там была нашенгерская виза, и то новая не объезжена еще, потому что паспорт у меня новый был получен. Новая Зеландия. Новая Зеландия тоже в Москве сделал, пришел в посольство, они делают вообще, они с нас не берут никакую пошлину, новая зеландская виза вообще не облагается, никаким денежным налогом, поэтому даже не надо заморачиваться, где бы найти спонсора, и кто бы тебе помог оплатить эти деньги. Ну а там сложность состоит в том, что там надо на английском языке вот эти бумажки. В Москве как же начинать? В Москве у знакомых. Заранее. Так, все, перейдем в новую эту. Мадрид, Лондон, Нью-Йорк. Да, да, да. Дальше поехали. То есть босс все сделал? Да, главный босс оказался фразой главным боссом. Ну да. Я же ему сказал, что на мане. Я, кстати, вот фразу, я знал по-английски несколько фраз. Это я знал колон, спасибо, сэнхиумы, важные же фразы. Потом, извините, сори, я всем направо и налево говорю. И я говорю, на мане. Так, поехали. Нью-Йорк, значит. Здесь вот я по югу, получается, прошел с востока на запад Америку. Со стопом тоже, да? Да, там стопом было. Я сейчас еще расскажу про автобусы. Значит, Нью-Йорк, Вашингтон, потом была там Атланта, да. Ново-Орлеан. И устанавливать прям по городам Даллас. Потом было вот здесь, после Далласа, там есть небольшой городок Форт-Ворт. Чуть ниже, вы чуть-чуть? Нет, чуть выше Далласа. Ну, где-то вот там, где-то там оно проходит. Какой подмитет был, который там был? Это был... Ноябрь или декабрь. Так, дальше... А мы будем при этом, да? В июле. В июле. В июле. Значит, дальше... Там еще было пару городов, да, в Бухгерте. Потом после этой Бухгерте, да, там, в Восферинске, ну, да, да, примерно так. Ну, что там, мелкие... Я видео делал. Если есть желание, можно зайти на YouTube, там вот эти видео. Ну, то есть, я вот двигался там, где-нибудь находился, и видел там снимок. В Америке где ночевали? В Америке где ночевали? В Америке ночевал? Ну, вот, смотрите, приехал я в Нью-Йорк. Я думаю, классно. Америка свободная страна, вон, да. Это свободная пара. Я не буду делать, что хочу. Ну, вот. Сейчас я проверю. Какая она свободная? Вот шаблон опять некий такой в голове, да, и такое вот отсутствие страха. Раз все можно, значит, страха нету. И сразу же в первую ночь в Нью-Йорке я столкнулся с тем, что Америка, ну, оказалось, не совсем свободной страной. Ну, два часа ночи. Где я лег спать? Я пошел в парк. Ну, если там взять вот у них этот Манхэттен известный, я вниз спуститься, то там набережная, и с набережной видно статую свободы. Ну, то есть это вот такие вот, да, для нас по фильмам яркие такие вещи. О, статую свободы. Я на лавочке, такой на набережной. В первом ряду, смотрю на статую свободы. Я свободной стране, свободный человек. Такой, классно. Буду здесь спать. Могу? Свободный человек. Качу с мулья. Ну, все, я достал спальник, и лег, собственно говоря, на этой лавочке. Там сквер какой-то небольшой такой. Два часа ночи. Подъезжает полиция, подъем. Говорят, нельзя. С десяти вечера до пяти утра в парках в Америке находиться нельзя. И все люди, которые без определенного места жительства, вынуждены там где-то болтаться по городу, искать где-то там, не знаю, на порогах, где-то там на углах. А когда наступает утро, они все дружно возвращаются в парк. У меня... Каждый раз, как я двигался, и все это видел, я думал, зачем? Ночью никого не видно, ну пусть они там спят и спят. Нет, их выгоняют, потом днем они все заходят, такие вот выходят, все там раскладываются, постирались, спят. Но на газончиках раскладываются, да, из спят. Когда в Нью-Йорк приехали, у вас спрашивали, что это было? Да, конечно, спрашивали. По-русски. Мне было так приятно, представляете, я в Нью-Йорк прилетаю, там в таможенник, женщина такая, и мне, берет паспорт, видит Россия, она мне по-русски, чуть ли не на чисто русском языке, такая говорит, я говорю, ой, как здорово, и так и понятно, когда мой прилетел, коммуникация сразу, я начал с ней разговаривать, смотри, у меня она не настроена со мной же, говорю. Ну, лучше помолчу я. Она мне, ее удивление было то, что у меня багажарник. То есть она спросила, цель визита, я говорю, туризм. А она такая, говорит, это весь ваш багаж? Я говорю, да. Ну, у меня вот этот потребзак, это весь багаж, да. Она такая, это весь у вас был, весь ваш багаж? Типа, вы не забыли там получить какое-нибудь большое чем? Я говорю, да, есть. Она такая, ну, ладно. В общем, ничего больше не спросить. А как пропустить? Да. Ну, что это? А, значит, там в Америке плохой автостоп, просто отвратный, несмотря на то, что Америка считается страной родоначальницей автостопа, автостоп там очень плохой. Можно стоять очень, очень долго, 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 и никто не останавливается. Если идешь на заправку и к ним подходишь, начинаешь им говорить, куда вы едете, хоть на каком там, хоть на самом лучшем английском, ты будешь говорить, они все равно, они говорят, куда они едут, но они тебя не берут. У них очень сильно реально включен вот этот страх пустить на свою территорию. Ну, именно, вот в дом пускали проще, нежели в машину. Почему? Вот такая закономерность была. И можно было долго стоять, чаще всего брали, ну, такие, надо разумеем лечься какой-то стоять. Странный, дай поговорю, ой, из России классно, давай садись, поговорим, поехали. Ну, английского не знаешь, ну, и ладно, все равно поехали. Да, вот. И еще был такой такой вариант езды по Америке. Значит, значит, так, автостоп плохой, плохо берут, но они что делают? Они дают деньги. Они люди, в общем, хорошие, поэтому они готовы помогать. Но пускать на свою территорию, ну, вот именно в автомобиле, мне очень хочется. Поэтому они всегда дают деньги. И они показывают сразу, где находится автостанция. Вот. Если там накапливается какая-то, сколько-то денег, можно, ну, идти, покупать билеты и ехать на автобусе. Ладно. Потом получилась такая штука, что мне сказали, что у них есть, ну, я увидел на самом деле, а потом, когда ночевал там в одной семье, мне уже про это рассказали. Большие такие, мегабас называется компания. И там на автобусе написано билет от одного доллара. Я думаю, ну, понятно, какая-нибудь реклама и обман. Вот. Потом я прихожу, значит, ночевал там в одной американской семье, и они мне сказали, вот есть такая компания, если ты за месяц там берешь билет, ну, или за, не обязательно за месяц, но за какое-то продолжительное время, если маршрут не очень там какой-то навороченный, то можно действительно за один, максимум за пять долларов купить билет. Вот. Ну и мы зашли и смотрим, и там, значит, билет я ездила за один доллар из Лас-Вегаса до Лос-Анджелес, и за пять долларов из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Ну, вы можете видеть вот там расстояние, сколько, нельзя часов восемь, что ли, где-то там ехать на этом автобусе. Вот. Я даже потом так сфотографировал. Ну, и в общем, вот там, где я жил, мне вот эти американцы, они мне просто взяли там и через свою карточку купили вот эти билеты. Я им говорю, я вам сколько-то теперь вы должен, придется когда-нибудь отдавать. Они говорят, нет, что, один доллар, это же как-то вообще ни о чем. Это он на дороге лежит. И распечатали мне билет, но его можно было не распечатать. Там приходишь к этому автобусу, показываешь какой-то номер, который там вот в интернете. И садишься в этот автобус и поехал. А где вы находили людей, которых не спали, или билеты, которые... Значит, варианты такие. Например, меня кто-то подвозил, и они предлагали у себя остановиться. Второй вариант. Меня кто-то подвозил, и они спрашивали, а вот ты будешь на... Вот в Хьюстоне, например, ты будешь в Хьюстоне, я говорю, да. По-моему, меня там, типа, друг там или брат, я не помню уже кто, и я жил в Хьюстоне у студентов. Ну, в студенческом пак-копчежитии. С автобусом, кажется. Ну, я не знаю, насколько они с автобусом были. Ну, то есть это были родственники, родственники тех, кто-то подвозил, да. Еще был вариант через сайт Каунчерфинг. Ну, пару раз. Я им пользовался именно тогда, когда вот была какая-то ситуация такая, что я в городе, в городе, ну, некомфортно ночевать, потому что полиция вот достаточно к этому не очень радостно относятся, что кто-то там ночует в парках на лавочках. И когда шел дождь, так я мог выйти за город и спокойно спать, меня это не напрягало. Но когда шел дождь, было не очень напряжено, я искал интернет, заходил туда и писал там SOS. Я сейчас нахожусь вот там-то. Вот так я попал в Форт-Ворке, я ночевал в одном месте в Лос-Анджелесе. Я в Лос-Анджелесе, я познакомился с парнем, он мне сказал, да, ты можешь у нас пару ночей переночевать. Потом я когда-то не пришел, оказалось, что в Лос-Анджелесе это где Голливуд и где все занимаются кинопроизводством. Ну и вот я попал как раз тоже в семью кинопроизводителей. Человек, отец вот этого парня, который меня пригласил к себе переночевать, он то ли он монтажер, то ли оператор фильма X-File. У него, как я узнала, это вообще чисто случайно, у них на шкафу стоят какие-то статуэтки. Говорю, это что они? Они мне снимают статуэтку, я читаю Грэмми. Я говорю, о, круто, это кто он, это мой папа. Где вы с вами интернет? У вас вам был? У меня вот моя видеокамера, она вмещает в себя фотоаппарат, видео и там этот андроид установлен. В Америке с интернетом вообще просто, очень просто. Там почти в каждом городе, в большом тем более, есть магазин Apple, куда можно вообще без даже ноутбука прийти и воспользоваться любым ноутбуком. Этим очень хорошо пользуются люди без определенного места жительства, так как их выгоняют из парков, они идут ночью. Ну вот в Нью-Йорке, по крайней мере, я сам видел это. Есть магазин Apple, и он работает всю ночь, то есть только два суточного. И вот они там ночью, я так прошел, посмотрел, один сидит там какие-то развлекухи смотрит, другой фильм художественный смотрит, третий песни какие-то слушает. И интернет реально у них очень такой суперский. Я когда видео там свои загружал, там пункт, две минуты уже все загрузилось. Фотки все скинул. А так как мне приходилось, у меня по ходу пути росло количество друзей, и у меня там были родственники, у меня были в Одногласниках, друзья там у меня в ВКонтакте, а все иностранные друзья в Фейсбуке. Поэтому мне приходилось фото выкладывать сразу в Однокласниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, видео выкладывать, загрузить YouTube, потом туда-туда-туда, везде разместить. Ну и все-таки говорят, фу, ну все, мы знаем, где ты, хорошо, до следующего. Ждут, когда там где-то что-то выложат. Когда я пропадал, там начиналось общение уже помимо меня, люди начинали переживать. Да, кто же в этом участие? Головой киваешь, я люблю. Начинали между собой общаться и говорить, так, сколько его уже нет? Его уже нету там 5 дней, уже нету неделю, где его видели последний раз? Ну и начинали выяснять, кто там, где там, что там меня там видел. Начинали между собой задруживаться. Вот, поехали дальше. С техники было, с аппаратом, с андроидом, ноутбуков и снофонов? У меня был сначала с собой ноутбук, но поломался. Телефон, снофон был? Нет, телефона не было, телефон у меня не пользовался, это же коммуникация. С позвонка другу у меня не было. Саша, ты произнес такую фразу, что там 1 доллар на дороге лежит. То есть у нас, если задаться целью, можно вот мелочью не собирать определенную сумму, да? То есть вы замечали, что иногда у них мелочью прямо вот можно? И у них доллар не лежит, у них центы лежат. Что у них? Центы лежат. Такая вот маленькая монетка, по-моему, 10 центов. Я ходил, собирал, да. Я даже где-то помню, когда у меня накопилась большая сумма, я такой посчитал и написал, что вот я могу теперь булочку купить. У меня вот этими центами там набралось, не помню уже сколько было. Как ты замерите дальше, как поехал? На косу, пожалуйста? Нет, дальше, то есть через вот этот, хотя я уже плыл на частных яхтах. Ни разу мне не удалось поплавать на большом корабле, потому что очень сложно договариваться. А с частными яхтами оказалось договариваться достаточно просто. Важно было найти только порт и начать там ходить. Когда ты там долго ходишь, к тебе начинают привыкать, из-за тебя уже начинают говорить, договариваться. Они говорят, там один ненормальный русский ходит, надо ему помочь. Он уже достал всех, кто такой, его надо кормить, поить, смотреть, чтобы он ничего не стырил, а потом вдруг он что-нибудь стырил. Надо его встретить сюда, отправить. И иногда было так, что я там поговорил с одним-двумя людьми и просто хожу, и ко мне уже кто-то подходит и говорит, вон та яхта идет, тебя возьмут там, да, давай. И дальше здесь видишь, у тебя карта такая не увеличится. Да, давай. А вот карта здесь не увеличена, но вот этот отрезок, вот оттуда, где ты красный сейчас летишь, и вот вниз на Новую Диланде видеть, вот на этом отрезке, на самом деле, вот здесь в океане, очень-очень много островных государств. Они вроде как острова маленькие, но при этом они как государства. Там есть государства, которые как колониями являются до сих пор, есть, которые бывшие колонии, а есть вообще, они говорят, мы типа ни от кого не зависим, мы тут сами себе государство. И поэтому там было легко договариваться на небольшие расстояния с яхтами. Вот все бы расстояние сложно было проплыть, а на короткие расстояния было легко договориться. И получается, вот от Лос-Анджелеса я уплыл на Гавайи, а от Гавайи дальше пошли. Там были такие государства, как Ванатау, Кирибати, американская Саумуа. Иногда я даже не знал, как называется это государство, когда я оказывался на острове, потому что иногда мы вплывали, а меня просто вот выгружали в машину, мы выезжали, у меня даже паспорт не проверяют. Мы выезжали там, они мне показывали, и тут же говорили, а вот этот там еще куда-то плывет, пересаживали. То есть я вплывал и выплывал нелегально. Я не знаю, может быть это было легально, но для этого государства. Вот в Ану Ату правильную произносится, если весной вы правильно можете вырежать. Да, не хочет спросить? Ну да, значит тогда и нет. Саша, а вот в Агрессии ты кроме того случая, когда тебя там есть хотели, больше не хватает? То есть у таких вот... Нет, агрессии... Ну это же тоже была не агрессия. То есть все время вот такрежнательно идти? Это в поплавовой глине. Вот как таковой явно проявленной агрессии, ну чтобы кто-то там кидался там побить, подраться, убить, вот такой... Ну такого не было. Были ситуации, ну вот там с американскими полицейскими в Нью-Йорке когда, да? Ну люди выполняли свой долг, поэтому они меня разбудили, подняли, проверили. Ну нормально, это нормально. Покинь парк, никуда по Вальзлине не везут ничего. Это Китай парк и не везут. Нет, они взяли паспорт, проверили его и... И отдали обратно и сказали, давай иди из парка. Ну я ушел из парка, то... в Америке, в Альбукерке. Пошел снег, но я в тот момент жил вот здесь, да. Здесь вдруг стало холодно, и там пошел снег, но я в тот момент там жил в одной американской семье. Я сказал, о, все, я больше не хочу, я хочу, чтобы было теплое. Я быстро иду, вот, поехал туда, на побережье, потому что там всегда, ну, самое холодное там, говорят, плюс 15 было. А потом, смотрите, я, получается, вот с июля до, там, декабря вот здесь прошел, а потом я уже спустился вниз экватора, а там уже же зима с нами, наоборот, и я там опять в лето попал. Поэтому у меня год был лето. Да. А как надолго максимально вы нашли, в одном месте останавливались? Время двигались или где-то останавливались? Ну, по-разному было. Было там на пару часов останавливался, было на пару-тройку дней останавливался. В Альбукерфе я, например, где-то, наверное, жил, 3-3 недели жил. А дороги где-нибудь работают, нет? Нет, а вот это было правило, как раз вот к тому, что, чтобы страхи активизировать, нету денег, денег в карманах было 0 рублей, 0 копеек, 0 долларов, 0 евро, никаких банковских карточек. И сам себе я условия поставил, что я не подрабатывал. Ты говорила, билетом за 1 или 5 долларов, это его, когда кто-то купил, сам вот по копейкам не собирал. Нет, нет. Ты говоришь, что, все время порвались дать денег, а ты отказывался? Смотри, сначала, вот с деньгами как было, я сначала посчитал, что когда тебе деньги дают, то я же как бы сказал себе, что я без денег не зарабатываю и не имею, да? Вот, но потом стали происходить такие ситуации, вот это опять, да, связь с этим потоком. Вот я вначале когда еще сказал, да, что когда я двинулся на машине, если я выходил из нее и сразу же вот в этом же потоке, то быстро все двигалось. Как только я начинал стопорить, вот эти страхи опять вытаскивать, то все рвалось. Вот здесь было то же самое с этим. Я вдруг отследил, что мне приходит день огромно столько, чтобы их отдать через какой-то небольшой отрезок времени. То есть, например, мне раз там дают там 20 долларов, а это там дальше уже было, а там на границе нужно завезут 20 долларов. И вот они, я их достаю, я даю. А здесь были какие-то моменты, ну вот в основном с автобусами. Я иногда зависал в Америке, там мог и сутками стоять и никуда не двигаться. Поэтому мне там пару раз дали деньги, я пошел, купил билеты и поехал дальше на автобусе. Вот, ну не только в Америке, и в других странах были моменты, когда мне вот давали денег, вот прям, ну до смешного там, ну если на рубли сказать, 101 рубль 20 копеек. Вот мне дали, вот мы высыпали денег, я думаю, в страну дали какую-то сумму. И через вот какой-то отрезок времени мне именно 101 рубль 20 копеек куда-то нужно было там отдать. Ну, чаще всего это были какие-то вот там... Если не брать, что виза где-то есть и она платная, то прежнему самая тугая страна из твоего маршрута это Америка на совсем без денег, да? Ну не смысле, что могут дать денег, и вот ты как сказал, а вот все-таки, если бы совсем без денег, то Америка тоже. Ну нет. Ну ты говоришь, на автостоп, а автостоп у меня откупаются. Ну, будешь стоять... Останавливаются. Смотрите, останавливаются, как правило, ну мне почему так показалось, не коренные американцы, а либо вот недавно приехавшие, то есть меня там подвозили там какие-то... Испанцы вот там. Потом подвозили там еще какие-то там типа корейцы что ли. Но они уже такие вот осели, там живут в Америке, но они подвозят. То есть вот... Хотя в Америке коренные, ну там, не знаю. Ну вот видимо, которые там через несколько поколений могут живутся. А так вот европейского склада люди подвозили легко. А санитарный вопрос, то как решали, помызки, постирки? Ну, когда не у кого-то? Не учевали у кого-то? Ну да, если у кого-то ночевал, да, тогда так решалось. Если нет, то было достаточно много водных различных озер, рек. А требовали там какие-то звуки там взамен за помощь? Ну, как правило, не требовали. Здесь включалось, ну вот мое чисто включалось. Если я у кого-то останавливался, ночевать. Ну вот мы сели, поели, я предлагал, я могу посуду помыть. Например, в Америке, в Астралии, в Новой Зеландии они сразу отказывались. Не-не-не-не, у нас есть эта моечная машина. Вы, русские, не умеете воду экономить. Вы сейчас больше умеете воду, чем помоете посуду. Поэтому я спокойно говорил, давайте я помою посуду. Ну я шучу, конечно. Я ответил на вашу вопрос? Да, да. Русские встречались или нет? Да, встречался. Так, в Европе, в Европе как-то не очень, на пути Сантьяго встретился с одним русским. Вот по пути Сантьяго шло вообще великое множество людей из всех стран. Там и из Африки были, и из Японии были, ну соответственно, из Европы, из Америки, из Австралии, из Новой Зеландии. И русских был один, только один всего встретил одного парня, и то он шел не весь пить Сантьяго, а последних там 200 километров. Он шел. Дальше в Америке я встречал русских в Нью-Йорке, и они, ну в общем, это были не очень приятные встречи, потому что почему-то люди не хотели общаться, в общем, они убегали. То есть там была ситуация такая, что я услышал, как женщина разговаривает по телефону, ну там с коляской, по-русски, я обрадовался, думаю, сейчас поговорю по-русски. И я ждал. Она закончила говорить, я к ней подхожу, говорю, здравствуйте. Она слышит русскую речь, разворачивается и начинает убегать. Она в полном смысле слова бежала с коляской. Ну я понятно, если побежала с меня. Думаю, ладно, может я как-то не так выгляжу. А вот из Нью-Йорка там как-то по-другому с ночевками. А там прям вот идешь и там спишь. Вдоль дороги. Идешь. Да, вдоль дороги, на поле там где-нибудь. Это все так? Нет, там полно этих альберги, ну типа как хостел они. У них они альберги называются. И там есть еще, я пару раз там ночевал цивильно, там есть церкви и они при церквях под приюты для паломников. Ну они сразу условия такие спрашивают. Вы типа верующий человек? Значит вы не будете тут бузить и ничего там делать не будете? Какое-нибудь бесчинство в Австралии. Ну, пустой. Пусть его ты не выкликнешься. Давай, заканчивай. Ну а что там? Да, давай. Перейдем. Так, ну значит вот, дальше Новая Зеландия вниз пошла, дальше пошла Австралия, дальше вверх пошли от Австралии Папуамова и Гвинея, дальше пошли Индонезия, дальше Малайзия, дальше Таиланд, дальше Китай большой. вот такой и дальше и Россия. В Китае не было почти, да? Ну в Китае, да, там только немножко. Там ты перевернул Таиланд от Москвы и отдавил. Ну вот маршрут, да. Да, маршрут рассказал. Свет, я вот, по-моему, на твой вопрос не доотвечал, да? На твой вопрос, по-моему, не доотвечал, да? На какой? Ну ты спрашивала про сложности в пути или про агрессию в пути или ответил? Ответил? Ответил или нет? А ты как думаешь? Ну вот мне показалось, как-то он не дожат все-таки, остался. Где тебя съесть хотели? Я бы тебя доживал. Где? Ну да, можно сказать, вот про то, что съесть, но на самом деле, но на самом деле, да, я сейчас не буду уже так вот в больших подробностях рассказать. Это было в Папуановой Гвинеи, меня там схватили, привязали к дереву и стали разжигать костер и налили воду. Я думала, что меня сейчас снедят. А доплыл я туда, на яхте, меня там бросили предательские. Когда я очнулся, яхты нет, яхта уплыла, и меня схватили, привязали. Когда потом меня отвязали для того, чтобы притащили чан такой, отвязали для того, чтобы, видимо, туда, я думал, меня что положат сейчас в это. Вот, я рванул и побежал. То есть страх перешкалил меня. И когда я бежал, в какой-то момент меня догоняли, шибались ног, я падал. Я был маха и весь в песке такой. И думал, все, я сейчас всех просто убью, но жить я буду. Вот когда до такой степени во мне уже все вскипело, я услышал за спиной страх, в смех я повернулся и увидел, как из леса выходит капитан на этой яхты. И говорит, я пошутил. I'm joking, он сказал. Нет, но я сначала хотел его просто вот на месте прибьюсь. Потом я подумал, это была возможность мне, как исследователю, понять на себе высшую степень страха. потому что это было реально. Он с местных подговорил, чтобы тебя объявил при разных чатах. Там было или не местный, там было как. Мы когда плыли, но на яхте плывем, я ему рассказываю, что мои друзья все мне говорят, не плыть в Папуа, потому что там есть племена людоедов. Ну и мы сидим на яхте, плывем, смеемся, пьем чай. Ну он смеется, он говорит, ага-га. А я говорю, да, я его спрашиваю, ты там уже много раз бывал? Он говорит, да, у меня там друзья, да, красный, все, пьем дальше. Мы частенько там обедаем. В общем, он даже не местных подговорил, это были какие-то его, ну, не знаю, какие он дела там делает, но в общем, это были его какие-то знакомые. Пока я там спала, он это все подпадали. А в это время попал новых людей, сейчас рассказывается история. Да. В СМИ, где они, средства массовой информации, зацепились за эту вот историю, хотя историй было достаточно много на протяжении всего пути, каких-то таких смешных забавок. Но всем вот это понравилось, потому что она вначале звучит, как выучить с ним, а потом все переводится там, на это, на эти нахитки. Вот. Ну, вот, да, рассказала про эту, про агрессию, про агрессию, про агрессию. Ну, не было агрессии. Вот почему-то мне встречались, что я делал? Сориями своими забивавшихся. Не знаю, вот, смотрите, самая, самая негативная встреча, вот то, что я начал рассказывать о русских, я встречал, да, вот одна там женщина убежала, к другим двум я подошел, вот в этом же парке, в Нью-Йорке, подошел, там, начал с ними разговаривать, они сидят на меня смотрят и молчат. Но я только что слышал, что они по-русски говорили. Я начал сомневаться, думаю, наверное, это просто у меня уже галлюцинации, хочу по-русски сильно поговорить. И в тот момент, когда я там третий раз уже им сказал, здравствуйте, меня зовут там Александр, я хотел бы у вас что-то узнать, ну, в общем, сначала я сказал, здравствуйте просто, молчат, они сразу раз замолчают там, здравствуйте, а замолчат, а молчат, я говорю, здравствуйте, меня зовут Александр, вы же, кажется, говорили сейчас по-русски, я хотела у вас кое-что спросить, они опять молчат, потом я такой думаю, наверное, мне показалось, я начинаю поворачиваться, уходите, одна из девушек такая говорит, что надо? Свои, лично, вот, вот, но, вот, насколько это агрессия, это не агрессия, ну, как бы, ну, нежелание общаться, потом, вот, в Альбукерке я встречал одну женщину, она там уже давно живет, она русская, но она у преподавателя английского, и она там уже села, и там продолжительное время живет, вот, а вот она мне, она мне вдруг начала, она же говорит, зачем ты сюда приехал? Я говорю, да я просто, вот, путешествую, нечего тебе здесь делать, но, я была у американцев жила, и вот она к ним пришла, как бы, в гости, она там, и я такая, нечего тебе здесь сделать, ты не представляешь, как здесь надо работать, да, 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 все, я все понял, все понял, ну, вот, тоже, как это там, на кого-нибудь обиделся, там, была такая ситуация, что ты там обиделся, нет? не было. не, на самом деле, вот такой ситуации, что, вот, кроме вот этого вот страха, ну, это был страх, все-таки, вот, ну, когда вот привязали, а вот так вот, чтобы кто-то там наехал, как-то, я даже на полицейских, которые, да, там, на меня наручники одели, я такой, у меня в тот момент, когда они одели на меня наручники, у меня внутри было, интересно, они нарушают мои права, и как я им без знания английского об этом рассказываю? И все. Ну, и как у тебя со страхами? То есть, пошел бороться со страхами, ты их нога встанешь? Вот, смотрите, страхи активизируются именно те, вот ты приходишь в какую-то ситуацию, в которой ты не знаешь, как себя вести, поднимается этот страх, когда ты ситуацию начинаешь повторять и отслеживать, не просто ты идешь в ситуацию и повторяешь ее, ты еще и вывозишь этот страх на осознанность, на ощущение в теле. Когда ты его начинаешь размывать в своем теле на уровне напряжения, напряжение уходит, биохимия меняется, и вот этот страх именно на это уходит, но может появляться другой. Количество страхов, как мне кажется, у меня достаточно уменьшилось. Причем даже была такая ситуация, когда я был там на одной встрече, и меня там протестировали, и мне после встречи сказали специалисты по тестированию, что у людей, ну это так, это без ложного хвостовства, что я начал говорить, получается как-то. Мне сказали, что люди, которые присутствовали на встрече, у них понизился уровень страха. Но я никак это не замеряла, это замеряли вот там конкретно специалисты. Они сказали, что не то, что страха, а считается, что страх находится у нас в почках. И в аудитории, там было мало человек, там было буквально человек пять, мы вот в таком каком-то чаепитном между собой чеки были. Что у людей произошло оздоровление по их тестовым, тестам произошло оздоровление почек. А раз произошло оздоровление почек, значит, это, да, уровень страха поменится. В общем, я не знаю, за что продал, за что купил, за то продал. И в связи, расскажи, пожалуйста, делали ли ты метод страховки и случались случаи, когда она потребовалась или нужна была для себя помощь. Да, у меня была какая-то там страховка. Но я ее даже... Нет, у меня какая-то была страховка на 10 дней, на весь мир. она никогда не понадобилась, я ни разу не болел, ни разу не вращался никуда. В больницу. А вот это где? Это, смотри. Беларусь, это площадка Беларусь-фирма съемочная. Да, давайте. Во время пути вам предлагали что-то ценное? Какие-то подарки, ну, ну, самое ценное, что мне предлагали, это предлагали пожить у них и предлагали поездить вместе с ними, что-то показать, какие-то достопримечательности. А подарки, вот представь, я иду, да, почти что пешком, у меня вот такой маленький рюкзачок, если бы я везде... Людям хотелось, на самом деле, что-то там дать, чтобы вот именно об их месте осталось там. Но если я бы даже начинал, начал бы брать эти какие-нибудь эти магнитики на холодильник, это мне точно бы пришлось безо собой, потом вагончик и безнодорожник через весь мир тащить. Поэтому... Вот на уровне Америки я очень так столкнулся с... Ну, вот даже вот сейчас Францию вспомнил. Во Франции меня один сыродел подвозил, он мне сразу пол этого... Вот такой круг сыра, да, он сам сыры делает, сам продает. И у него так машина позади открывается, у него там сразу прилавочек такой все. Я сначала не видел, он меня просто... Я остановил, и он меня там подвозил. И мы ехали, когда остановились уже, тоже разговаривали вообще, непонятно как. Он останавливается, бух, пол куска. И мне так я говорю, не надо, не надо, давай, 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 бери. И он немного, получается, говорил по-русски, он мне объяснил, что у него какой-то родственник, двоюродный, троюродный, женат на русской, и что он точно знает, он как знаток русских, он точно знает, что русский это классно. Но вот это было во Франции. В Америке, когда у меня было вот то, что такое понятие, а в американцах, что американцы это такие патриоты, которые если что-то вот скажешь против их страны, там флага президента, то они тебя просто вот сразу же на месте порвут на части, если что-то не так скажешь. И происходит ситуация, я остановился вот как раз вот там недалеко от Далласа, городок Форт-Ворд, и я останавливаюсь в американской семье, там есть транслейт, где можно спокойно поговорить, и мы вечером сидим и вот общаемся там. И мне пишут вопрос, знаешь, на самом деле, причем мы поговорили благодаря, благодаря транслейту мы поговорили об экономике, о культуре, о политике, но обо всем на свете поговорили, и вот они потом спрашивают, ты знаешь, кто вообще виноват во всех бедах, которые происходят в мире? Я думаю, ну все начинается с политики, сейчас скажут, это мы ли виноваты во всем? Я им пишу, нет, не знаю, а я, и она мне отвечает, наш президент, американская женщина, которая там в третьем поколении живет в этой Америке, она мне говорит, американский президент, у меня просто вся, все, все шаблоны в башке, вот так, как американка, такое может сказать про свое президент, видимо, у меня на лице это все было написано, она смотрит, смеется, и мне такая говорит, это не только я так думаю, это, ну, какая-то часть американцев, среднестатистически, так думает, потому что мы, наоборот, нам интересно, вы какие-то там далеко, но при этом нам, а нам говорит, мне кажется при этом, что вы такие же, как мы, и мы хотим узнавать о вас, и общаться с вами, там, если не ездить к вам, то хотя бы вот так принимать, вас у нас, и нам это интересно, но у наших политиков, в том числе и у президента, у них, говорит, свои какие-то там игры, а дальше, где там еще было, в Австралии, не помню, в Новой Зеландии, в Новой Зеландии, я там пообщался с, он там по происхождению, америкаец, но уже у него гражданство, новозеландское, австралийское, и он меня там водил по своим друзьям, ну, там, в Новой Зеландии, по новозеландцам, и они, собственно говоря, тоже все говорили о том, что им интересно было бы общаться, потому что для них Россия, это какая-то экзотика, вот для нас Новой Зеландии, где-то там далеко, а на них Россия, они говорят, это так далеко, и не каждый может туда добраться, но вот здорово, если бы вот нам приезжали, по чайчику, мы с вами общаемся, хотя у них есть, они говорят, в Новой Зеландии большая русская диаспора, не встречался, да, ответил, да, ну, там, да, я вот, в одном месте, вот как раз через этого американца, меня в Новой Зеландии, на корневую русскую, не знаю, это было необычно. Скажите, пожалуйста, по особенностям передвижения, но по другим континентам, которые вы еще не упоминали, там, Австралия, Азия, самый лучший автостоп, это в Новой Зеландии, в Австралии он тоже неплохой, вот, по сути, свой автостоп везде классный, был, кроме вот Америки, почему-то в Америке я так стопорил, но если взять вот, по категории сравнительной, между всеми странами, то самый лучший был в Новой Зеландии, потому что, новозеландцы меня удивляли тем, что они останавливались все, даже если я не останавливалась, и даже если они ехали мне навстречу, они могли, реально, они могли развернуться, и как минимум 30 километров провести, меня в моем покупном направлении, потом развернуться, сказать извини, и поехать обратно. А они приглашали, вот, чем печально было, с Новой Зеландией не хотелось расставаться, но, 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 Новая Зеландия дает туристу русскому 30 дней всего, и вот, и все, 30 дней, и больше нет, и визу не мульти, а вот, разу, да, такую, так бы дали на 30 дней, выехал, на 30 дней пробыл, выехал, заехал, что на 30 дней. Ну, в общем, у меня было всего 30 дней, и мне показалось, что у меня их было мало, потому что в Новой Зеландии я ни разу не ночевал нигде, ни в поле, ни в парке, я всегда ночевал у кого-то дома. И я когда оттуда из Новой Зеландии вот выдвигался в сторону Австралии, у меня было еще как минимум на 2 месяца приглашений, вот где остановиться, и говорили, да, даже уже было так, я прошел, там, отрезок, да, они говорили, я говорю, я уже там был, они говорят, ничего, возвращайся, давай туда, обратно, все, и я говорю, у меня виза, все, уже два последних дня, да ты что, как же так, ты еще там не был, там, я говорю, да я понимаю, я бы и сам бы хотел, вот, поэтому Автостоп суперский был, плюс еще вот, они, все приглашали, сами, да, проживание, там, даже интернет не надо было искать, чтобы кричать, соц, возьмите меня к себе, а второй, ну, как по мне, второй по уровню автостоп, это русский автостоп, с его отличительными особенностями, там нужно обязательно коммуницировать, и без транслейтера, и тебе сначала обязательно выльют душу, и расскажут, как все фигово в этой огромной, бескрайней России, все, вообще, все так, вообще, ну, после того, как они расскажут, что денег нет, еды не есть, есть нечего, пить нечего, денег нет, вообще, все, все бедствует, они начинают доставать первое, второе, третье, угощать, потом начинают рассказывать, что вот недавно прикупил себе машинку, а вот через неделю, у кого-то там будет свадьба, и они ее гульнут, в две деревни пригласят туда, вот, ну, то есть, важный момент, главное, выслушать, вот, как все, замечательно, ну, где-то плюс-минус год, окей. То есть, у вас в течение двух месяцев вызрела идея, да, или как-то так, это же так не происходит, не, ну, вот, я сказал, смотрите, я сказал, что, это, был какой-то отрезок времени, пока я работал, да, и я занимался, если это считать, тоже, к вызреванию идеи, то тогда, конечно, это займет больше времени, но этого не было связано, сколько святка, я просто наблюдал, не понимал, почему люди не прогрессируют в каких-то ситуациях, когда я им стараюсь помочь, потом я накопил достаточное количество общений, да, ситуаций, я понял, что страх, дальше я подумал, как я могу страх активировать, вот так, да, а дальше я подумал, как же его активизировать, активизировать, и потом уже вот из этого, ну, 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 как-то резко, когда я ходил, думал, да, как бы вот не было в себе ситуацию, страха, 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 в том, как сложились все ситуации, по-другому абсолютно, вот за счет того, что я постоянно ставил себя в ситуации, которые нестандартные, в которых я не знал, как себя вести, я утром не знал, где я буду не то, что вечером ночевать, я не знал, где я окажусь через час, да, я не знал, там, буду ли я есть вообще сегодня или не буду, где я буду спать, будет ли дождь, не будет ли дождь, подвезут меня, или я буду так и стоять на дороге сегодняшний день, каких людей я встречу, какие меня вообще ситуации ждут, что я увижу, и все это получалось постоянное, вот, незащищенность и негарантированность, и она как-то активизировала не только, там, мозг меняться, оно заставляло меняться и трансформироваться, вот, чисто как-то физику заставляла, физика, по моим ощущениям, она какая-то такая вот трансформировалась во время пути, какая-то вот такая вот упругость тела появилась, а потом ощущение, трансформация произошла сознание и изменились ценности, абсолютно изменились, то, что до этого было ценным, оно абсолютно потеряло значение, все стало по-другому, я и сейчас еще вот догоняюсь, уже прошло, вот, в прошлом летом, получается, я не вернулся, уже будет прошло, и до сих пор догоняют какие-то вещи, я вдруг раз не понимаю, о, а я вот уже и на эту ситуацию по-другому реагирую, я стал по-другому реагировать на ситуации и по-другому воспринимать, что-то потеряло для меня настолько значение, когда происходит какая-то ситуация, все люди там, о, то есть, я уже думаю, а что это? и я удивляюсь себе, потому что это произошло постепенно, а потом раз, когда результат, вот за этой постепенностью я и не заметил, как хоп, уже кто-то поменял. Даша, ну вот в твоей жизни вот такое вот глобальное что-то произошло, да, что в принципе вот кто здесь, по крайней мере, сидит, я думаю, никто больше не ходит в кругосветку. Не знаю, поднимите руки, кто ходит в кругосветку. Куда теперь дальше-то? есть куда или помирать уже? Что дальше делать? Телецовый вопрос. То есть, что дальше ты будешь? Что дальше будешь? Как жить-то теперь? Где ты это повторишь? Не, а зачем? Я же цель свою достигнула. Вот я этот вопрос себе стараюсь не задала. По той простой причине, потому что в ходе трансформации реально произошло то, что вот до путешествия я проводил тренинги, которые там назывались планирование цели и полагания. Я в это искренне верил, я сам жил по таким правилам, да, там стратегическая задача, тактическая задача, сейчас мы распишем сиюминутные задачи, и все будет классно. Так вот, вернувшись после путешествия, я понял, что это такая фигня, в плане того, что как я мог вообще этому учить людей, потому что это обман себя и ограничивание своих возможностей. Вот столько возможностей, когда я начинаю что-то узконаправленно планировать, я ограничиваю себя вот до такого узкого коридора. И не в том, что я ограничиваю себя в желании, а то, что я ограничиваю себя в путях достижения этих желаний. Вот в этом. Потому что со мной в ходе пути происходило столько ситуаций, когда мир решал как-то за меня так ситуации, как я бы, думая умом и планируя, никогда бы не решил. Они вот так вот раз и происходили. Мне нужны носки, мне раз подошли, предложили носки. Да я еще никому ничего не сказал. Я на работу не устроился, деньги заработал. Мне просто нужны носки. Я посмотрела на пути с Сантьяго, когда шел, но там приходилось по многу идти. И у меня протерлись, я думаю, мне нужны носки. Мне на следующий день женщина подходит и дает три пары носков. Я говорю, зачем? мне не надо. Ни одной хватит. Она говорит, знаете, я что-то лишнее подзываться сам. Вот. И вот такие ситуации или там классическая ситуация, которую я всегда рассказываю, с ананасом в Таиланде. Я иду утром по дороге, пустынная дорога, машин вообще практически нету, какие-то кустарники, жилых домов тоже нет. Я иду и думаю, я бы сейчас съел бы такой ананас, вот прям вот это представляю, как он такой, такой вкусный, классный. Но я понимаю, что его нету, ну и все, мало чего я хочу. Ну, вот ходила на нас, но нету, ну и ладно, ну и ничего страшного. И иду дальше. Я иду по обочине в направлении, в котором я двигаюсь. Соответственно, мне нужно ловить машину. В какой-то момент, вот что еще произошло, трансформация чего, обослилась очень сильная интуиция. Я стал слышать себя на уровне себя, ну какого-то такого вот именно вот. Вот тело тянет и все тянет. Вот вправо оно потянуло. Ум говорит, нам не надо вправо. Мы идем в нужном направлении. Если мы сейчас перейдем на ту сторону дороги, то мы пойдем, ну машины не будут нам останавливаться, мы же все равно будем идти. Мы пойдем против потока. Ум говорит, но я вот понимаю, что вот оно тянет просто. Я думаю, ну ладно, не идем дальше. потом опять, опять такое движение. Не, ну растянет, надо перейти. Я уже исследователь, я наблюдаю за собой. Я слушаю что-нибудь. Хорошо, я перехожу. Ну и иду, сколько-то там я сот метров прохожу, на обочине лежит ананас. Да, можно сказать, что кто-то уронил, ехал, грызовичок и упал ананас. Да, можно сказать, что это случайно. Но я хотел ананас. Я его получил, неважно каким путем. Вот такие же ситуации много было с водой, когда реально хотелось пить. Я думал, да, сейчас бы водичка быть чистенькая. И тоже чуть ли там не на... Подхожу к остановочному пункту, стою бутылка с водой, запечатанная, новая абсолютно. Да, кто-то забыл, может быть, но я хотел пить и вот мне оставили. Кто-то следил, ходит, подержать, и оставай. Да, да, да. Да, я просто всегда картинку представляю, что тот, кто сидит сверху, он видит вот этот вот лабиринт и он видит, что там, где за, каким углом и поворотом. А я-то иду, мне там, где эти углы увидеть. Поэтому вот это вот движение себя, когда ты улавливаешь себя, контролируешь. А в целях преодоления своих страхов мне было желание какие-нибудь экстремальные штуки делать, типа прыгать там, замки в ней или все-таки. Привасировать эти ситуации. Ты знаешь, что это было до того, как я отправился в атмосферу, я там прыгал с парашютом, не знаю, с аквалангом погружался, что там еще надо было делать. Ну, в общем, какие-то всякие экстремы я проходил, ну, это, это немножко не то, да, они разовые, они там адреналинчик погоняют, биохимию как-то поменяют. Мне нужно было какое-то продолжительное, да, посмотреть, что же произойдет и будет ли вообще какая-нибудь от этого поля. А вы сейчас продолжаете дальше работать? Ну, если есть запрос, то продолжаем. Как изменилась твоя дневность после возвращения? Чем изменилась здоровая деятельность? Как-то дальше поменялось? Что ты делаешь сейчас? Что, что поменялось? Теперь вот это вот состояние желания спланировать и вот это состояние там потока, они постоянно у меня в, скажем так, в конфликте, да? Ну, я ставлю их в конфликт. Я вернулся в Омск и думаю, ну, все, молодец, сейчас я сделаю программу, как работать со страхами и буду работать. Вот она плановость, да, пошла я такой весь, это. А мир раз, и все перестроил по-другому. Мне раз, и пришло приглашение. И я уехал на три месяца в Польшу. Вот. А потом я там думаю, ну, все, сейчас будет закончиться это, я там буду. И вот каждый раз я придумываю себе, что я буду дальше делать, ну, что я вернусь к своей деятельности, ну, чисто к своей деятельности, да? То есть, если ко мне обращаются за консультацией, да, пожалуйста, я консультирую. Но вот такого, что я вот прям с утра до вечера сижу в своем кабинете и консультирую, или тренинги проводу, такого нет. А потом получилось так, что я не собиралась проводить вот такого плана вообще встречи. И вдруг стали приходить запросы, что, ну, ты можешь, но я сказал, ну, если мир говорит, ну, посылать мне запрос, я не могу отказываться, конечно, да, я пойду. Вот. И дальше пошло так, я там провел встречу в Москве, тут же оказался один там человек на этой встрече там с другого города, потом меня пригласили в Воронеж, а потом, значит, я оказался в Геленджике, в Геленджике был парень, который был с Новочеркасской, он пригласил, организовал встречу в Новочеркасске, и в Новочеркасске был парень, который из Ростова-на-Дону, я попал в Ростов-на-Дону, ну, ну, и, в общем, вот здесь вот оказался Стас, который сказал, что нужно провести встречу в Москве, ну, правда, я в Москве, как домой, да, вот как-то так.